Привет всем, кто очнулся от праздников. Пока мы с вами тусовались, в мире чуть не случилась третья мировая война. Благо, в итоге все обошлось. Теперь узнаем, что же произошло за эти две недели в мире технологий. Поехали! Главное событие, конечно, выставка CS в Лас-Вегасе. Посмотрим самые необычные новинки этого года. Например, специальное отделение Samsung разработало сверхреалистичные аватары для бизнеса. Они очень похожи на живых людей и генерируются в реальном времени с помощью машинного обучения. Аватары вскоре смогут заменить консультантов в компаниях, телеведущих и даже учителей. А всемирный тренд на складные экраны продолжают ноутбуки. Такие устройства показали Lenovo и Intel. В сложенном состоянии нижнюю часть экрана можно использовать как клавиатуру, а если разогнуть, получится большой планшет. Однако Microsoft не поспевает тенденциями и пока не адаптировала Windows под такие ноутбуки. А Samsung решила вообще отказаться от клавиатуры, даже сенсорной. Компания считает, что сейчас смартфонам достаточно только камеры, которая будет проецировать виртуальную клаву на любую поверхность. То есть печатать можно будет просто на столе. Новый 2020 год оказался последним для любимой многими операционной системы Windows 7. Microsoft больше не будет ее поддерживать и обновлять. Хотя системой пользуется почти треть всех пользователей ПК и ноутбуков в мире. Теперь остается только платно обновиться или купить новое устройство. Отдадим честь великой системе – Press F. У Павла Дурова год начался тоже не очень весело. Комиссия по ценным бумагам потребовала от Telegram отчитаться о полученных от инвесторов 1,7 млрд долларов на запуск блокчейн-платформы Tone и криптовалюты Gram. На этой неделе суд обязал компанию раскрыть эти данные. Теперь у Дурова есть месяц, чтобы показать отчетность. На этом мы заканчиваем первый дайджест 2020 году. Входите в рабочий режим, не забывайте ставить лайки, подписываться и жать на колокольчик. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok